Друзья, всем привет! Это уже 10 выпуск новогоднего марафона. Сегодня я вернусь к теме, которая на моем канале вызвала такой самый большой интерес. Это ролик про горячий шоколад и вообще тема горячего шоколада. Я думаю, это будет уместно в рамках таких новогодних рецептов еще разок вернуться к горячему шоколаду, потому как напиток очень интересный, я думаю, действительно праздничный и подходит новогодний десерт, скажем так. Было много вопросов к видео, которое вышло по горячему шоколаду, там и зачем подавать холодную воду к нему, как его правильно мешать. Также есть путаница между горячим шоколадом и напитком какао. Многие называют горячим шоколадом именно то, что называется напиток какао. Вот чем отличается горячий шоколад от напитка какао, я сегодня и разберу. Итак, вначале давайте сделаем с вами напиток какао, который все делают, все любят. Но я покажу очень простой, быстрый способ, как сделать этот напиток без вообще кипячения молока. Для начала поставить чайник нужно. Нам будет нужна горячая вода. Так, ну вот чайник вскипел. Например, я хочу сделать себе вот кружку какао. Чтобы точно отмерить все, что мне нужно, я беру кружку, наливаю сюда молоко. Не доливаю чуть-чуть. Включаю плиту, ставлю сотейник. Выливаю сюда в сотейник молоко. И пускай оно нагревается. В отдельную кружку, стаканчик насыпаю какао. Например, я беру 2 чайные ложки, наливаю кипяток, перемешиваю одновременно. Вот это завариваю такой густой-густой напиток. Хорошенько все перемешиваю, чтобы не было комочков. Я обычно так делаю. Вот пошел такой, уже такой дым, такой пар над молоком. Ну, значит, оно уже нагрело где-то градусов до 60-70. И вот как только пар пошел, молоко нагрелось, беру венчик. Венчик, обязательно венчик. Без венчика ничего не получится. Вливаю. Единственное, здесь надо еще хорошенечко все это перемешать. Вливаю и перемешиваю. Теперь добавляю по вкусу сахар. Например, на этот стакан 2 ложки. Кто хочет, может послаще. И на таком среднем огне полминутки. Напиток какао готов. Можно добавить сюда маршмеллоу. И на зефирки побросать. Посыпать молотым шоколадом. Трубочку положить. Раз. И через трубочку пить. Вот теперь займемся непосредственно горячим шоколадом. Беру сотейник и ставлю опять на плиту. Здесь я делаю все наоборот. Я беру какао-порошок. Например, ну вот на чашку, на небольшую, которую я буду наливать, беру столовую ложку. Даже, я бы сказал, полторы столовые ложки какао. Гречий шоколад чем отличается от какао? Он более густой, более насыщенный. Какао там во много раз больше. Беру венчик. По чуть-чуть вливаю молоко в сотейник. И все это перемешиваю. Можно делать по чуть-чуть, по чуть-чуть поменьше огонь. И вот так его провариваю. Количество молока зависит от того, насколько вы хотите густой или более жидкий горячий шоколад. Постепенно все равно я добавляю молоко. Молоко потому что, как только он варится, он уваривается, да? Становится гуще. Пора добавить сахар. Сюда также 2 чайные ложки добавлю. Причем постоянно, хочется сказать, 2 столовые. И где-то минутку я его проварю. Как известно, гречий шоколад же появился в Центральной Америке. Те же ацтеки, да, и более древние племена, если не ошибаюсь, под названием альмейки, собирали какао-бобы, перетирали их в пасту, да, разбавляли немного водой. Вот, и переливали из сосуда в сосуд, чтобы получить характерную пенку. На их языке он так и назывался же, пенная вода, чоколадль. Отсюда и пошло название шоколад. Вот, практически мы делаем то же самое. Мы уже, ну, из какого порошка делаем такую пасту шоколадную, да, добавляем молоко. Но молоко ацтеки не добавляли, не добавляли вот воду, потом туда добавляли еще чили. А когда Кортес... Так, пока балабольствовать хватит, пора добавить сюда кусочек сливочного масла. Сейчас мы еще промешаем где-то секунд 20, и он будет готов. Так вот, когда Кортес посетил, так скажем, Центральную Америку, Монте-Сума-2 его угощал этим напитком. Он им очень понравился. Он его привез в Испанию, распространил, можно сказать, среди европейской знати. Но европейцы начали добавлять, из-за того, что чистый какао был горьковат, они стали добавлять молоко, чтобы более смягчить этот вкус. Мы, конечно, не добавляли чили. Вот, постепенно-постепенно горький шоколад стал похож на то, что вот мы используем сейчас. Вот, все. Вот, смотрите, какой он густой. Вот, какой он густой. Какой он плотный. И вот это уже горячий шоколад. Немного снежка такого. Вот он, горячий шоколад. А вот напиток какао. Вот именно потому, что густой горячий шоколад, очень приторный, к нему принято подавать стакан чистой и холодной воды. Что когда ты его пьешь, иногда запивать. Думаю, оба этих напитка заслуживают внимания в новогоднюю ночь. Это как такой напиток-десерт. Вот. А это именно напиток более легкий, более простой. Больше на кофе похож, на чай. Да, когда можно просто выпить чашечку какао какой-нибудь булочкой. Итак, десятый выпуск новогодних рецептов подошел к концу. Завтра будет одиннадцатый. Четкая середина. Десять выпусков до, десять выпусков после. Подписывайтесь, ставьте лайки, блинканьте колокольчик. Оставайтесь... Как это говорят? Оставайтесь с нами. Увидимся завтра. Оставайтесь с нами.